Депутаты городского совета на очередной сессии внесли изменения в устав муниципалитета, касающиеся выборов депутатов, компенсации проезда к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, а также привели в соответствие с федеральным законодательством положение, которое регулирует обращение с твердыми бытовыми отходами. Решение привести положение об обращении с твердыми бытовыми отходами на территориях индивидуальных домов Наринмара последовало после обращения прокуратуры. В этом обращении говорится о том, что некоторые нормы данного положения противоречат федеральному законодательству и содержат коррупционные факторы. Дело в том, что пока у нас региональный оператор не вступил в действие, мы вынуждены будем работать пока по тем нормам, которые сегодня имеются в городе. Поэтому мы сейчас создали рабочую группу совместную с администрацией, депутатами, контрольно-счетной палатой. Будем совершенствовать пока это наше решение. Также на сессии депутаты поддержали еще один проект по внесению изменений в Устав муниципального образования. Поправки касаются изменения системы выборов депутатов. Вместо семи многомандатных и одного одномандатного округа депутаты предлагают образовать 15 одномандатных избирательных округов. Сейчас мы уже в Уставе установили 15 одномандатных округов. Эта норма направлена на то, чтобы повысить ответственность депутатов нового созыва, которые к нам будут избираться в сентябре 2019 года. Чтобы они не прятались за спинами друг у друга, а чтобы ответственно каждый депутат один работал по определенной территории. Повысить прозрачность их работы. Кроме того, депутаты городского совета внесли изменения в положении о гарантиях и компенсациях для служащих и работников муниципальных учреждений. То есть исключили из правил компенсации расходов к месту отдыха и обратно оплату проезда за границу. Что сегодня требует трудовое законодательство. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север.